привет меня зовут дмитрий вы смотрите канал пассиан шоу посвященный настольным соло играм и сегодня я хочу продемонстрировать вам партию игры робинзон крузу приключения на таинственном острове очень хотел воздержаться от пространного вступления но боюсь что совсем без вступления не получится потому что во первых эта игра легенда игра классика во вторых лично мои отношения с этой игрой таковы что я к ней шел довольно долго и шел долго намеренно потому что когда я не узнал я заранее понял что она мне понравится потому что в этой игре есть все что я люблю есть приключения есть шикарный соло режим есть отличный сеттинг я даже намеренно не смотрел обзоры геймплеи let's play и так далее я просто ждал когда выйдет новая редакция этой игры вот она вышла русифицированной версии и и вход вплоть до прошлого месяца я практически к ней не прикасался хотя заранее знал что игра хорошая ну вот я надеюсь что вступление получилось недолгим кроме того я пожалуй не буду останавливаться на правилах игры и на подготовке к игре про подготовку расскажу немного вкратце чтобы вы просто имели представление если вдруг вы так получилось что вы с этой игрой знакомитесь с помощью моего вот этого видео хотя конечно в интернете существует множество множество различных геймплеев летсплеев обзоров и все они довольно хороши и понятны кроме того из за того что есть такое разнообразие видео про эту игру я решил не играть первый сценарий который по моему называется выжившие я вот решил начать сценарий который называется проклятый остров и по этому сценарию в составе экспедиции экзорцистов мы попадаем в жесточайший шторм и чудом выживаем в кораблекрушении проклятом острове скверном состоянии без надежды на помощь но миссия важнее мы должны изгнать демонов с этого острова и мы выиграем в том случае если на пяти участках этого острова мы построим 5 крестов вот 5 крестов построим и если в конце того раунда к в котором мы построим пятый крест мы останемся в живых и все эти пять крестов останутся на месте мы выиграем в эту игру на все про все у нас есть 10 раундов вот у нас есть маркер который обозначает раунды и если до конца 10 раунда мы справимся со своей задачей мы выиграем когда я говорю мы я имею ввиду главного персонажа мы играем соло одним персонажем и я выбрал для этого сценария персонажа который является плотником здесь есть другие персонажи есть исследователи солдаты есть кок все они эти вот карточки двухсторонние то есть вы можете выбрать женскую сторону или мужскую сторону во всем остальном у них одинаковые возможности а так у каждого персонажа свои возможности есть я на них сейчас подробно останавливаться не буду на карточке персонажей есть шкала здоровья если шкала здоровья дойдет до этой черепушки то мы к сожалению проиграем в этом нашем приключении нам поможет пятница пятница добавляется если вы играете в одиночку или вдвоем и нам поможет верный пес пес добавляется в том случае если вы играете соло кстати если говорить о недостатках этой игры их немного совсем совсем немного поверьте мне то как вы видите первый недостаток это что она занимает довольно большое место на игровом столе то есть просто так быстренько разложить где-нибудь у себя на журнальном столике у вас не получится и второе мое единственное замечание к этой игре это вот этот пес не не знаю почему но у меня вот как-то вот не вяжется вообще орбинзон круза и все что с ним связано вот с этими вот петбуль образными собаками я ожидал все-таки видку собачку охотничьего типа ладно это я уже придираюсь на самом деле игра от этого хуже не ни капельки не становится теперь вкратце по поводу подготовки к игре во первых здесь есть разные колоды карт вот это называется карты событий и в этой колоде их здесь 10 штук 10 потому что у нас 10 раундов на каждый раунд по одной карте мы будем доставать эта колода формируется отдельно из по сути дела вот этих двух колод они одинаковые отличаются только тем что на одних картах вот такие символы с вопросиком разного цвета видите коричневые зеленые серые других вот такие вот книжки и получается что вы просто формируете колоду карт событий берете пять таких карт случайно и пять вот таких потом их перемешиваете и формируете колоду событий старте уже есть вот она у него другая рубашка на синяя и она в большинстве сценариев одна и та же это называется ящики с едой и поход за провиантом и вы ее кладете вот сюда есть еще колода тайн так называемая здесь видите есть всякие монстры клады и ловушки и когда игра нас нам предложит взять колоду карту тайн то мы берем ее отсюда есть карты животными различными которые вводятся на этом острове мы пока просто кладем ее рядом с игровым столом потом процессе игры они будут у нас складываться вот здесь и мы сюда сможем отправляться на охоту есть три колоды видите они отличаются рубашками это колоды строительства колода ресурсов и колода исследований все они перемешиваются и выкладываются на соответствующие ячейки дальше у нас есть карты изобретений эти карты есть стандартные и есть те которые попадаются нам случайным образом и они отличаются вот этими стрелками видите вот снадобье это стандартная карта и она обязательно в начале игры выкладывается на игровое поле а эти карты выкладываются без вот этих стрелок выкладываются случайным образом стандартных 9 и случайных карт 5 то есть 9 карт мы выкладываем любом случае опять карт мы выбираем случайным образом из колоды предметов мне вот попались в качестве случайных карт щит стена копье дневник и тропа их можно выкладывать на любое место на игровом поле их место не имеет значения кроме того есть стартовые предметы мне попался молоток и гвозди и фляга с ромом до его у каждого персонажа есть свой предмет который он может изобрести вот у плотника это силки они написаны здесь на карточке персонажа и эти силки выкладываются рядом с картой персонажа в напоминании о том что он может этот предмет смастерить теперь по поводу жетонов здесь есть вот такие вот тайлы местности у нас всегда 1 тайл открыт это тайл пляжа мы по крайней мере в этом сценарии так уж точно есть еще оставшиеся тайлы местности которые мы начали игры перемешиваем и выкладываем где-то рядом с игровым полем и от положил вот сюда хотя можно было положить куда-нибудь просто рядом есть вот такие жетоны находок тут такая вот стопочка мы тоже размещаем ее рядом и сможем всякие находки получать если будем отправляться в различные приключения есть кубики причем для каждой колоды свои кубики вот это кубики для колоды изобретений и не колоды строительства кубики для колоды ресурсов и кубики для колоды исследования они все разных цветов отличаются они все по цвету потому что на этих кубиках различная вероятности выпадения тех или иных сторон и об этом наверно не буду останавливаться просто в походу игры вы это увидите есть кубики которые отвечают за погоду у нас есть вот такие by черные жетоны фишки и белые фишки которые как маркеры работают отмечают различные положения в игре есть вот такие большие маркеры жетоны которые символизируют наших персонажей видеть у пятницы белый у собачки фиолетовые для персонажей я выбрал оранжевые в комплекте с игрой идут наклейки на эти жетоны но я пока их не наклеивал я буду мы может быть лаком обзаведусь и когда уже лак будет я на наклею лаком сразу покрою чтобы наклейки не стерлись есть вот такие маленькие маркеры которые отвечают за состояние здоровья наших персонажей кубики и последнее наверное что мне осталось делать для подготовки к этой игре это вот положить маркеры которые закрывают ресурсы на моих картах предметов то есть молоток и гвозди я смогу использовать два раза в игре и флягу с ромом тоже могу использовать дважды за всю игру до игра довольно суровая здесь ресурс ограничены время ограничены возможности ваши ограничены на что вы хотели вы попали на необитаем остров мало того это проклятый остров это остров помимо того что он кишит различными там ловушками животными неприятными погодными условиями и прочим 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 здесь еще есть и какие-то потусторонние силы которые будут вам всячески мешать давайте я сначала расскажу вам вкратце вообще про то как происходит процесс игры здесь я должен конечно восхититься дизайнером этой игры потому что поле которое на этой игре присутствует она очень сильно помогает в игре на поле есть все для того чтобы не забыть все что вам нужно сделать я не могу вам гарантирую что в процессе этого видео я чего-нибудь не забуду ничего нибудь пропущу потому что все равно игра достаточно комплексная сложной пропустить достаточно легко что-нибудь особенно когда вы волнуетесь и снимаете что-нибудь на камеру но тем не менее поле нам может помочь и вообще ход игры разбивается на дни и раунды один день это один раунд мы каждый раунд начнем с того что мы будем передвигать наш маркер и каждый день мы будем выполнять вот эти вот шесть фаз и на этом поле все эти фазы пронумеровано вот эта фаза номер один это фаза номер два это фаза номер три здесь цифра 4 стоит и это фаза номер четыре вот вся вот это вот это вот фазы наших действий и мало того что здесь все так удобно плюс еще вы будете выполнять все эти действия вот слева направо то есть это вот первый вариант действий второй вариант 3 4 5 6 7 на этом фаза 4 заканчивается начинается фаза 5 здесь это называется фаза погоды начинается потом фаза 6 и это фаза ночи все фаза 6 прошла закончился очередной раунд вы передвигаете дальше маркер и переходите к следующему раунду что в каждый из этих вас мы будем делать первая фаза которая кстати в первом раунде пропускается мы открываем верхнюю карту отсюда и смотрим что мы делаем эту карту мы открываем и размещаем ее вот сюда сейчас я возьму какую-нибудь другую карту вот допустим у нас открылась эта карта битва в темноте ночью один хищник убил другого хорошо что вы провели эту ночь в безопасности дальше есть вот такой вот символ если там есть знак знаков вопроса то мы берем один из этих жетонов и размещаем на соответствующую колоду если там вот такой вот символ то в зависимости от сценария который мы играем происходит то или иное в игре в данном сценарии происходит то что мы берем такие белые маркеры и размещаем их на клетке игрового поля и они символизируют туман туман усложняет нам игру но я не буду сейчас подробно на этом останавливаться дальше если возможно сбросьте верхнюю карту зверя из колоды охоты вот колода охоты она здесь у нас формируется и мы вынуждены будем эту карту сбросить может быть нам это помешает но это еще не все мы в эту фазу размещаем эту карту вот сюда то есть эту карту мы сдвигаем видеть стрелочка здесь такая мы сдвигаем эту карту сюда а эту карту замещаем сюда что дальше происходит я расскажу чуть позже когда мы дойдем до 4 фазы игры дальше наступает вторая фаза игры во вторую фазу игры мы должны будем либо получить либо отдать обратно в резерв вот такие жетоны решимости да кстати я для игры приспособил вот такой вот контейнер конечно это не самый идеальный игра nizer не очень удобно сюда залезать пальцем но по крайней мере он умещается в оригинальной коробке и помогает быстренько эту игру разложить и начать в нее играть это я отвлекся так вот если наш марки находится здесь то мы получим один жетон решимости если здесь то отдадим один жетон решимости и так далее жетон решимости помогает нам использовать специальные способности нашего персонажа дальше третья фаза игры это фаза добычи фазу добычи мы получаем ресурсы с нашего тайла на котором мы находимся кстати да я забыл разместить на наш стартовый тайл вот этот вот маркер лагеря то есть наш лагерь находится здесь мы на пляже больше ничего мы не знаем будем исследовать остров дальше но пока мы здесь так вот пока мы здесь в нашем распоряжении всегда есть дерево и есть еда видите рыбка это символ который означает что у нас есть еда так вот фазу добычи мы сможем разместить вот в эту ячейку одну еду и одно дерево то что нам дает наш тайл пусть ваш вас не смущает что банан это рыбка в этой в этой версии игры вот этот вот жетон банана обозначают всю еду которая считается скоро портящийся дальше мы переходим к фазе действий это вот это вот большая вот фаза про который я уже говорил и здесь наступает самый сок этой игры это размещение наших персонажей мы можем послать их выполнять те или иные задания какие есть варианты во первых вы можете отправить их решать грядущие проблемы каждый из этих карт это какая-то грядущая проблема или возможность например мы можем послать нашего персонажа как мы посылаем персонажа вот так выкладываем сюда персонажа и считаю что мы сюда его послали так вот если мы послаем он сюда то в конце фазы действий мы получим одну еду видите здесь написано отправить одного персонажа получите одну игру еду мы можно отправить двоих персонажей получить одну скоро портящиеся еду и одну не портящиеся еду видите вот такой вот кусочек хлеба скорее всего дальше это не хлеб а сухарик и вот такой вот сухарик обозначает еду которая не портится так вот мы можем сюда отправить ни одного персонажа а двоих вот таким образом и в этом случае мы получим уже одну скоро портящиеся еду и одну еду которая не портится при этом мы можем отправить либо двоих себя да это как бы вот один персонаж считается ну грубо говоря не знаю как это обозначить человека часы он полдня потратил на дно или полдня на другое или например он делает одной одно дело или два дела одновременно но он тратит на это весь день да тем не менее вот один персонаж у него два жетона нам может помогать пятница мы можем послать пятницу вместе с главным персонажем и тогда это будет считаться как два персонажа есть еще собака но собаку можно использовать только для исследования и только для охоты естественно собака не может совершать какие-то другие действия там собирать дрова для вас или мастери для вас что-то и так далее ну и вот допустим мы сюда послали персонажа дальше что еще можно сделать можно отправить персонажа на охоту сюда нам нужно отправить только двоих ведь здесь написано нарисованы два человечка это значит что одного сюда посылать нельзя в отличие от строительства на строительство мы можем послать как 1 вот так и двоих причем под строительством подразумевается довольно большое разнообразие вещей которые в этой игре можно сделать мы можем строить наш крест для креста нужно два дерева у нас пока дерево только одно мы можем строить освещенный колокол мы можем мастерить силки мы можем мастерить любой из предметов которые у нас есть вот в планах нож огонь снадобие карты горшок веревка лопата плотина кирпичи и так далее но здесь есть важный нюанс во первых мы не можем построить горшок финис мастерить горшок пока мы не получим вот этот вот символ этот символ обозначает определенный тип местности эти вот холмы у нас их пока нет у нас пока исследована местность только вот с таким символом это символ пляжа мы только на пляже и только предметы у которых есть такой символ могут быть изобретены смастерены и так далее для того чтобы обозначить какие предметы нам доступны используются вот такие маркеры вот видите лопата это единственный предмет начале игры который можно смастерить потому что ее можно смастерить на пляже лопата закрывается вот таким вот в ней символ пляжа закрывается вот таким вот маркером и это обозначает что мы можем отправить сюда персонажа для того чтобы он эту лопату мастерил мы можем отправить туда нашего персонажа одного для того чтобы он мастерил можем отправить двоих то есть отправить персонажа и в подмогу ему пятницу чем отличается отправить одного или отправить двоих дело в том что фаза действий делится на два этапа сначала мы планируем а потом выполняя так вот в процессе выполнения если мы отправляем двоих то это стопроцентная гарантия успеха мы просто берем и мастерим лопату когда мы что-то получаем в этапе действия мы отправляем все что мы смастерили или раздобыли вот это в эту часть нашего ящика персонажи отправляются обратно на свои игровые карточки и в конце этой фазы мы все что там накопили получим но если мы решили рискнуть или если у нас нет возможности отправить сразу двоих персонажей туда мы отправляем только одного то это шанс 50 на 50 но вернее не 50 на 50 он чуть-чуть все-таки ближе к успеху но тем не менее есть риск эту лопату все-таки не смастерить почему потому что если мы отправим только одного персонажа то мы будем обязаны бросить вот эти вот кубики если это строительство то коричневые кубики если это добыча ресурсов то серые кубики если это исследование то зеленые кубики так вот мы бросаем эти кубики далее смотрим на результат выпавших граней здесь есть три кубика один кубик отвечает за успех мероприятия то есть если выпадает вот такая грань это успех вы успешно изобрели лопату и весну снова можете отправить ее в верхнюю часть нашего ящика для того чтобы обозначить что лопат успешно создана но если же вам выпадает вот такая грань то это неудача с лопату вы не сделали вместо этого вы получаете два жетона решительности вот этих да то есть вы сами на себя разозлились и может быть это поможет вам как-то в дальнейшем но пока лопаты нет дальше вот этот кубик означает случились ли с вами какое-либо происшествие или приключения за то время пока вы эту лопату изобретаете ну или что-то еще если пустая грань то ничего не произошло если знак вопроса то вы вытаскиваете верхнюю карту из колоды строительства давайте какой-нибудь снизу возьмем покажу и вы делаете то что здесь написано чаще всего эту карту предлагается замешать в колоду событий и вам потом придется делать то что написано в нижней части когда вы снова достанете эту карту в начале очередного дня и третий кубик это кубик который обозначает получили вы травму или нет то есть когда вы мастерили лопату вы все-таки находитесь на необитаемом острове ничего у вас нет инструментов вас нет приспособлений к их нет получить определенные травмы какие-то всегда есть риск и вот риск получения травмы при при том что вы что-то изобретая изобретаете или мастерите довольно высок видите четыре стороны из шести если вы получаете травму то вы обозначаете это на шкале здоровья свой персонажей просто передвигаете маркер вправо на очередную клетку если в какой-то момент игры ваш марки перескакивает через вот эту стрелку видите стрелка обратная такая она справа налево это означает что вы должны передвинуть вот этот маркер влево и ваша решительность падает и вы будете вынуждены в следующем раунде вашу решительность снижать процессе игры у вас будут открываться другие участки игрового поля на которых тоже будут символы там дерево и еды и вы сможете на соседние участки отправлять своих персонажей на поиски этих предметов по сути дела вы будете отправить своих персонажей на сбор ресурсов и во время сбора ресурсов тоже может происходить с вами что-то вы будете брать карту отсюда и тоже будете бросать кубики но в этом случае уже серые кубики вы тоже сможете сюда отправлять как одного персонажа так и двоих и это работает точно так же то если вы отправили двоих персонажей то это стопроцентная гарантия если вы отправили только одного то шансы уже будут зависеть от того насколько удачно вы будете бросать кубики про строительство я еще забыл рассказать что вы можете построить кроме этих предметов вы еще можете строить себе убежище когда вы построите убежище вы сможете строить для него крышу и ограждение цена за строительство ограждения зависит от того сколько игроков играют в эту игру если вы играете соло то вы смотрите вот сюда то есть вам нужно два дерева или одна шкура для того чтобы построить один из этих предметов или увеличить его качество кроме того можно строить оружие себе делать мастерить за одно дерево по повышать его эффективность но это все по ходу игры я расскажу еще один вариант куда можно отправить свой персонажа это исследование если вы отправите свой персонажа на соседний участок то вы сможете исследовать соседний участок вы можете отправить его на отдаленный участок но в этом случае вам нужно будет положить на одну фишку больше и опять же это работает так же как и в других случаях если вы ставите две фишки на соседний участок то это стопроцентной гарантии что в этот участок исследуете если вы хотите со стопроцентной гарантии следовать отдаленный участок а то вы должны будете положить сюда на одну фишку больше то есть вот на отдалении двух участков от своего это будет вам стоить уже три фишки дальше вы сможете заняться обустройством своего лагеря если вы сюда разместите свой персонажа то в конце фазы действий вы получите два жетона решительности и повысите уровень решительности на один вправо или вы можете отправить одного свой персонажа отдыхать если вас персонаж отдыхает то вы в конце фазы действий получаете одну единицу здоровья все на этом фазы действий заканчивается все что вы накопили фазу действий переходит в из будущих в существующие ресурсы наступает фаза погоды у нас до шестого раунда пока еще лето потом шестого раунда начинается зима и мы будем бросать кубик погоды я не буду сейчас на них подробно останавливаться после этого наступает фазы ночи в фазу ночи мы получим травму если у нас еще нет убежища на 1 снижается уровень мы должны съесть обязательно одну еду если мы этого не делаем то мы голодаем и снижаем нашу жизнь еще на две единицы вся еда скоропортящийся который у нас осталось здесь портится и отправляется в сброс кроме того в фазу ночи мы сможем переместить наш лагерь на другой соседний участок карты если мы ее если мы эти участки уже обнаружили ну и если у нас есть возможность подлечиться мы тоже можем фазу ночи лечиться на этом все мы снова переходим к первой фазе особенности игры соло еще заключается в том что когда начинается новый день мы очень сильно радуемся новому дню это что мы вообще выжили и мы получаем плюс один к решительность все больше ничем в данном случае соло игра не отличается мы передвигаем наш маркер дальше начинается новый день все я думаю что хватит уже рассказывать про правила игры и так в первой фазе мы ничего не делаем во второй фазе мы тоже ничего не получаем потому что наше настроение находится на вот таком вот нейтральном положении до нуля можно сказать дальше в фазу добычи мы получаем еду и дерево как положено нам на нашем участке теперь наступает фаза действий в которой мы должны решать что мы будем делать в данном случае я думаю что вполне логично что мы будем отправлять наших персонажей на исследование территории потому что строить мы можем только пока лопату но нам особо не нужна кстати из всех карточек которые мне попались дополнительных самое классное мне показалось тропа она позволяет нам получать дополнительный ресурс в фазу добычи соседнего участка это конечно классно но для этого мне нужна карта карту мне пока нет карту я смогу изобрести только если открою локацию с рекой поэтому буду исследовать идти за провиантом ну в общем я обычно этого не делаю так ну и отправлю вторую парочку тоже на исследование вот исследует два участка поскольку часть фазы и действия которые считаются планированием закончена мы переступаем приступаем уже к фазе получения тех самых ресурсов то есть мы отправили два их персонажей на исследование этого участка и мы со стопроцентной гарантии этот участок исследовали нам не нужно бросать кубики потому что мы два жетона разместили все что мы делаем это мы просто открываем верхнюю верхний тайл местности открываем и видим что это горы видим что на этой местности есть естественное укрытие и если мы туда передвинемся то нам не придется строить убежище и мы не будем терять здоровье за то что мы спим на улице и кроме того здесь есть вот такой вот то есть эта местность нам будет давать дерево и есть еще вот такой вот символ который означает что в этой местности есть животные и мы можем добавить одну карту животных вот сюда которые будут формировать нашу колоду охоты и есть еще вот такой вот символ который означает что мы в процессе исследования что-то нашли то есть мы берем жетон находки это клад мы его размещаем вот сюда и переходим к следующему нашему исследованию здесь у нас пятница и наш плотник отправились исследовать вместе еще один участок поскольку они сделали это вместе они со стопроцентной гарантии просто открывают следующий тайл это еще одни горы конечно не совсем удачно я бы предпочел чтобы это был какой-нибудь другой тип местности у нас здесь есть еще одно животное которое мы можем добавить у нас снова местность где мы можем укрыться эта местность дает нам еду если мы передвинем туда наш лагерь здесь тоже есть жетон находки мы его получаем так целебные травы если бы у нас был горшок изобретен где вот он то мы бы смогли получить снадобье вот символ снадобье но у нас к сожалению пока горшка нет но этот жетон у нас сохраняется и самое главное что здесь есть это вот этот вот символ тотема а символ тотема по сценарию означает что если это первый символ тотема то мы кладем туда на эту местность вот такой вот жетончик с номером один и по сценарию в одном из последующих раундов мы можем выполнить действие исследования на этом участке чтобы тянуть карты тайн и разыгрывать их только для монстров и клада то есть один монстр и три клада мы сможем отсюда раздобыть в принципе неплохо пока неплохо о я не туда его положил вот сюда вот единичка здесь и все на этом исследование наши закончились и вообще первая половина фазы действий законченного что никуда мы никого больше не отправляли все эти ресурсы мы получаем клад работает таким образом что этот жетон мы сбрасываем и берем сверху колоды карты пока у нас не по на не появится карта складом но вот она сразу и появилась шлем вы отыскали проржавевший побитый но еще вполне пригодный для дела шлем конкистадора авто оставьте себе эту карту начиная со следующего раунда всякий раз когда персонаж бьется со зверем он может игнорировать одно ранение хорошо отлично у нас теперь есть чем защититься от зверя на этом фаза действий закончилась у нас начинается фазы 5 пятая фаза фаза погоды где у нас ничего не происходит потому что пока на острове все хорошо с погодой наступает фаза ночи в которую мы теряем одно здоровье дам вот отсюда начинаем теряем одно здоровье за то что мы спали на улице у нас нет укрытия мы едим одну еду потому что надо кушать что-то и сбрасываем этот жетон если бы у нас была еще еда которая портится скоро мы обязаны были бы сбросить но у нас ее нет мы можем передвинуть лагерь но я пожалуй пока этого делать не буду потому что мне нравится что в этой местности мы получаем и дерево и еду поэтому на этом все мы переходим к следующему дню мы радуемся следующему дню передвигаем на жетон на следующую позицию таковы правила соло версии игры мы передвигаем жетон на второй день на треке дней и открываем верхнюю карту приключений событий вернее крушение воздушного шара в ночи вы слышите человеческие крики и звуки падения чего-то крупного сквозь кроны деревьев утром вы находите потерпевший крушение воздушный шар и двух мертвых аэронавтов мы теряем одну решительность потому что на наших глазах происходит такая катастрофа и мы кладем эту карту вот сюда и впоследствии мы если сюда мы отправим одного человека то мы сможем получить клад то есть мы осмотрим обломки что-то там найдем но это будет уже потом в процессе игры дело в том что когда сюда будет появляться новые карты эти карты будут сдвигаться и все что сдвигается совсем с пределов поля будет разыгрывается вот эта нижняя часть карты и там обычно всякое нехорошее происходит но вот в этой карте например ничего плохого не произойдет ведь обычно ничего не происходит это очень даже хорошо но самое главное в этой карте это пожалуй вот это видите вот этот символ с книжкой и это книжка отправляет нас читать сценария в сценарии написано что если у нас книжка то мы должны будем взять два вот таких белых маркера которые символизируют туман той причем туман таинственный это же проклятый остров да здесь есть какие-то темные силы и мы должны эти жетоны размещать на два любых не закрытых такими жетонами тумана вот этими фишками если в какой-то момент игры туман доползет до исследованных нами участков то эти участки будут считаться не исследованными мы сможем здесь использовать те жетоны которые на них лежат на них будет сложнее совершать поиски провианта строительства и так далее то есть они ухудшают нашу жизнь и портит нам вообще всю игру поэтому нужно стараться выиграть эту игру до того как туман закроет наши все участки все на этом фаза событий закончена мы переходим к следующей фазе и должны были получить один жетон решительности но вот эта карта нам все испортила мы увидели как падает воздушный шар настроение наше испортилось и мы ничего не получили к сожалению дальше идет сбор ресурсов мы пока еще на пляже поэтому нам положено еда и дерево кстати мы исследовали горную местность к сожалению оба участка оказались горами но тем не менее мы можем уже сейчас закрыть все предметы которые требуют гор с нож и огонь и то и другое мы можем исследовать и изобрести в горах и теперь вот эти предметы нам доступны сейчас наступает фаза действий и один из вариантов это вот отправиться из мастерить нож мастерить огонь нож нам даст плюс один к уровню оружия но пожалуй сейчас я не буду этого делать я наверное отправлю плотника с собачкой для того чтобы исследовать соседний участок еще один и я отправлю плотника и пятницу поселить укрытие пусть у нас будет укрытие сюда нам нужно два дерева для удобства чтобы не забыть можно это дерево прямо вот сюда разместить вот так и все то есть сюда мы никого не отправили на охоту мы никого не отправили теперь стройка то есть мы вот так вот идем слева направо сначала мы строим наше укрытие поскольку мы отправили сюда два персонажа это стопроцентная гарантия мы возвращаем жетоны плотника и пятницы сбрасываем два дерева и отмечаем маркером что укрытие у нас есть также мы можем перевернуть вот этот маркер который означает что теперь у нас здесь есть укрытие теперь фазу ночи мы не получим минус одно здоровье за то что мы спим на улице мы теперь спим в шалаше это хорошо все двигаемся дальше ресурсы нас никто не собирает у нас есть парочка наших персонажей которые отправилась исследовать опять же поскольку мы использовали два персонажа это стопроцентная гарантия мы просто открываем следующий тайл локации к сожалению здесь тоже есть тотем и по сюжету нашей компании циферка номер 2 поскольку это второй такой тотем который мы нашли означает что мы набрели на алтарь смерти смерть это ничего хорошего и для нас это просто означает что мы теряем два очка жизни но это неплохое место для жизни здесь есть еда есть дерево мы здесь получаем один еще жетон находки посмотрим что нам досталось колючие кусты которые увеличат наш забор отлично естественные заграждения это всегда хорошо кроме того это местность которая является вот такой вот равниной и нам теперь будут доступны для исследования снадобья и веревка все на этом фаза действий закончена потому что на обустройство лагеря мы никого не отправили и на отдых мы тоже никого не отправили с погодой у нас пока все хорошо фаза ночи фазу ночи мы едим еду получаем кстати забыл сюда получить этот ресурс мы получаем естественные укрытия вернее естественный забор вот такой этот жетон сбрасывается мы кушаем мы не получаем минус здоровья потому что у нас теперь есть укрытие в фазу ночи мы можем передвинуть наш лагерь вот сюда ну пожалуй я так и сделаю то есть я передвигаюсь вот сюда для того чтобы быть ближе к следующему не исследованному участку и может быть исследовать его в следующий следующий день все на этом день закончен мы снова радуемся новому дню мы передвигаем маркер на цифру 3 и начинаем фазу номер один события к сожалению это снова карта с книжкой это значит что еще два участка у нас закрываются туманом добрая половина так называется дым на горизонте добрая половина острова объята пламенем если возможно закройте символ равнины на любом участке с помощью черного значка этот тип местности считается не исследованным данном участке вот тут начинается невезение потому что равнина это как раз та местность которую мы открыли кстати да видите я все сдвинул эту карту я убрал здесь написано ничего не происходит поэтому ничего не происходит мы закрываем вот эту местность черным маркером это место считается не исследованный а значит и веревка и снадобья снова для нас становятся недоступными для изобретения но если я правильно понял правила игры кстати забыл сделать очень важное замечание пожалуйста не используйте мое видео как инструкцию для игры в ней вы можете использовать но обязательно прочитайте комментарии к этому видео потому что я могу ошибаться не так много и часто я в нее играл хотя нет вру в последнее время в нее играл очень много но все равно я не считаю себя экспертом и могу ошибаться так вот в данной ситуации я могу ошибаться но как я правильно если я правильно понял правило то этот местность является не исследований и мы не можем там изобретать веревку и снадобья но получать ресурс мы можем поэтому еду и деревья и дерево мы получаем вот в фазу добычи кстати фазу добычи все ресурсы когда мы получаем они становятся доступны для нас сразу они не отправляются в ожидаемые ресурсы да они сразу нам становится доступны так мы кстати получаем один жетон решительности наконец-то 1 третьему дню только первый жетон теперь наступает фаза действий и мы должны теперь решать что мы будем делать исследовать веревку и сна и снадобий мы не можем мы можем отправить нашего человечка вот сюда одного что произойдет если мы сюда его отправим мы получим один жетон решимости и мы уберем этот черный маркер с этой местности и сбросим эту карту почему бы этого не сделать и отправлю сюда половинку нашего плотника чтобы именно он получил этот жетон решительности дальше я подумываю над тем чтобы отправить на исследование так вот пятницу с собачкой исследовать вот эту вот местность мы и уже исследовали но здесь написано на что мы можем выполнить действие исследования на этом участке чтобы тянуть карты тайн разыгрывая три сокровища и одного монстра там могут попасть такие хорошие вещи и у меня остался еще один жетон персонажа который я могу отправить на давайте отправим его на добычу дерево вот сюда на этот участок он отправится у нас добывать дерево ну пожалуй так я и поступлю все теперь мы разыгрываем наши действия слева направо у нас здесь один персонаж отправлен он справился со своей задачей из больше одного не нужно мы получаем один жетон решительности и убираем вот этот черный маркер теперь снадобье веревка снова становится нам доступны дальше двигаемся дальше у нас есть на строительстве никого нет у нас есть люди которые отправились на добычу ресурсов но из мы выбрали вариант когда отправить только одного то есть мы рискуем а значит мы бросаем кубики вот такой мне результат то есть это означает что это успех это уже хорошо это значит что дерево мы добыли мы пока отправляем его в отсек ожидаемых ресурсов и вот этот символ означает что мы вынуждены тянуть карту из этой колоды следы зверя кажется не вы один исследуете эту часть острова положите вот такой жетон вот этот на тот участок острова где собираете ресурсы то есть вот здесь мы собирали его здесь начиная со следующего раунда всякий раз когда персонаж будет выполнять действие на этом участке он получит одну травму если ваш уровень оружия будет ниже единицы ну что ж не так плохо все дерево раздобыли травму не получили двигаемся дальше исследования вот наше исследование согласно сюжету мы тянем карты сверху этой колоды пока у нас мы можем кстати остановиться любой момент но мы разыграем только одного монстра и три сокровища и так сокровище амулет с портретом прекрасной дамы минуту отчаяния он вселяет вас надежду закройте у классно мы закрываем две вот этих вот стрелки с помощью черного маркера и у нас не будет падать наш моральный дух прекрасно прям сейчас так и сделаю я закрываю марками вот эти вот стрелки и теперь мы будем терять здоровье не теряя при этом моральный дух потому что будем лицезреть прекрасную даму на амулете это будет селять у нас надежду дальше берем следующую карту дурман мы не разыгрываем потому что мы не разыгрываем карты ловушек горилла вот это плохо то горилла выпрыгивает на вас из темноты сбивает с ног и снова скрывается в чаще получите 2 травмы замешать эту карту в колоду событий это плохо что мы делаем мы берем эту карту и замешиваем ее в колоду событий и потом она какой-то момент это горилла то на нас выпрыгнет и произойдет что-то еще плохое я стараюсь не глядеть на колоду просто случайным образом перемешиваю карт да мы теряем два здоровья это плохо так ладно дальше ящики прочные деревянные ящики никогда не будут лишними оставьте себе эту карту с этого момента ваша портящаяся еда не портится в фазе ночи прекрасно все теперь наша еда портится ночью не будет можем смело дальше листать пещера с мехами стены пещеры завешаны шкурами волков и медведей вы забираете их в лагерь получите две шкуры все три сокровища я раздобыл шкуры в этой версии игры обозначаются вот такими жетонами мы их получаю и на этом фаза действий заканчивается все полученные ресурсы выпили перемещаем в полученные наступает фаза ночи в которой мы и здоровья не теряя потому что спим на улице кушаем нашу еду лагерь наш никуда не перемещаем оставляем там где он есть и на этом все мы радуемся новому дню мы перемещаем маркер мы открываем следующую карту событий сломанное дерево здесь у нас нет знать значка книжки зато есть значок вот таким вопросом то есть мы берем соответствующий маркер соответствующего цвета и кладем его на колоду строительства а это значит что даже если мы будем стопроцентно гарантированно строить что-то то мы все равно будем тянуть эту верхнюю карту прямо на лагерь рухнуло дерево все персонажи получают одну одно ранение так что-то наше здоровье стремительно падает мы сможем впоследствии отправить на расчистку людей одного человека с веревкой и получить одно дерево если мы этого не сделаем то наша решительность упадет мы получаем два жетона решительности так у плотник их уже четыре пора бы их уже как-нибудь из использовать мы получаем дерево и еду у нас теперь дерево достаточно кроме того у нас есть шкуры с помощью которых мы можем строить крышу крышу же пора наверно начинать строить потому что скоро начнется зима и зимой крыша нам пригодится поэтому вот что я сделаю не в то же время нам бы и кресты бы построить было бы неплохо да вот этим игра конечно и хороша тем что у вас есть огромное количество различных вариантов возможностей у нас есть молоток и гвоздь хотя с другой стороны мне есть еще и горшок который исследовать надо так давайте первым действием делом отправим на исследование острова давайте в пятницу и собаку отправим исследовать еще один участок острова вот сюда еще одного персонажа мы отправим на строительство крыши вот сюда так использую шкуру ну и еще один наверное будет у меня изобретать веревку вот так для того чтобы как-то сократить шансы на риск сократить риск вернее я пожалуй использую гвозди молоток гвозди молоток дают мне один вот такой вот коричневый жетон который является помощником то есть с помощью инструмента свою производительность увеличиваю в два раза я могу его сюда положить или сюда в любом случае я получил в данном случае гарантированно получу веревку в данном случае я гарантированно получу крышу но я вот выбрал веревку но один из жетонов молотка вот я использовал все все свои персонажи я разместил теперь начинаем действовать сюда мы никого не отправили на охоту мы никого не отправили на строительстве у нас сразу два давайте давайте начнем вот с этого то есть он у нас пока еще не со стопроцентной гарантии пока ставим не со стопроцентной гарантии построил крышу кинем кубики и посмотрим так успех у нас есть то есть крышу мы построили но мы тянем верхнюю карту причем мы тянули бы ее в любом случае даже если бы у нас вопросик не попался потому что у нас был этот жетон усердный труд вы так самозабменно работали что даже проголодались если возможно сбросить одну еду это не очень хорошо потому что мы едим свою еду раньше чем наступила ночь а значит ночью нам есть будет нечего мы потеряем два здоровья но тем не менее крышу мы сделали теперь веревка веревка у нас стопроцентный результат мы отправляем веревку в готовящиеся предметы и теперь у нас исследование исследование тоже стопроцентная пятница и собака постарались посмотрим что они нашли ничего хорошего они не нашли к сожалению потому что несмотря на то что это холмы которые так нам нужны в принципе у нас здесь есть символ тотем а третий символ тотем а потому что эта циферка 3 означает что сюда мы должны будем разместить маркер тумана тип местности участка с туманом считается не исследованным чтобы построить там крест нужно потратить на одно действие больше и вообще здесь на одно действие больше нужно чтобы что-либо на этом участке сделать тем не менее одно животное там у нас есть и два жетона находок мы получаем это коза которая при наличии определенного уровня оружия даст нам одну шкуру и одну еду и это табак который мы сможем употребить для того чтобы повысить себе настроение ладно на этом фаза действий у нас закончена на мы все эти ресурсы получаем веревку получаем теперь она доступна веревка нам позволяет в дальнейшем изготовить другие полезные вещи в частности вот мы можем силки изготовить можем щит изготовить можем освещенный колокол изготовить но у нас к сожалению вот как раз закрылась сейчас локация с холмами освещенный колокол позволяет нам убирать эти жетоны тумана так а самое неприятное что мы нигде не раздобыли еду а это значит что сейчас наступает фаза ночи в которой мы теряем два здоровья только потому что у нас нет еды поэтому я пожалуй выпью немножко рома для того чтобы здоровье восстановить на одну единицу фаза ночи то можно делать все на этом день закончен наступает новый день которому мы безмерно рады мы передвигаем маркер мы открываем следующую карту событий это неистовый ураган это то что я боялся у нас к сожалению появляется еще один маркер тумана и он закрывает нам и этот участок и один из тех участков которые мы уже успели исследовать если возможно выберите участок острова соседней с лагерем закройте все источники на нем с помощью черных маркеров они истощены так эту карту мы кладем сюда здесь ничего не происходит мы закрываем черными маркерами но мы одним маркером закрою вот этого дерева здесь то есть этот источник у нас истощен хотя давайте наверное закрою не этот участок а вот этот потому что здесь и так все плохо туда не хочу идти там какие-то страшные животные ходят вот так закроем а еду и дерево если что я смогу здесь получить так наступает я получаю два жетона я получаю два жетона или одно здоровье я на предпочту здоровье вот здесь мы можем получить его это либо это я предпочту сейчас восстановить здоровье хотя жетоны тоже нужны я им еще пока не пользовался но поверьте штука хорошая зима как говорится близко в этом тоже нужно не сбывать кроме того нам нужно строить вот эти вот проклятые кресты которые изгоняют злых духов с этого проклятого острова всего всего много нужно делать так мало возможностей ладно что-то делать нужно у нас есть веревка у нас есть вот такая карта которая позволит нам одно дерево получить поэтому я наверное отправлю туда один свой жетон веревку у нас есть это раз дерево я получу во вторых нужно наконец-то строить кресты давайте отправим на строительство вот так вот сюда мы положим маркер мы будем использовать только один кусочек дерева несмотря на то что здесь требуется два мы сбросим два наших жетона решительности потому что здесь есть такое способности мы можем сбросить два жетона решительности чтобы потратить на одно дерево меньше при выполнении одного любого действия мы построим если построим этот крест с помощью одного кусочка дерева у нас еще остался пятница с собачкой собачку мы на нам никуда уже не сможем послать а вот пятница может пригодиться для того чтобы построить скажем еще немножко крыши вот с помощью кусочков шкуры все на этом фаза планирования действия закончена мы переходим сюда здесь мы удачно расчистили завалы получили один жетон решительности и одно дерево так жетон дерево дальше на строительстве у нас два персонажа давайте начнем с строительства креста насколько оно было успешно бросаем кубики так строительство успешно есть вопросы но по крайней мере крест есть первый крест это уже хорошо это вселяет надежду положил вот сюда но у нас есть вопросы и так что это спешка в спешке вы делаете свою работу кое-как выберите либо сбросьте эту карту либо возьмите два два две находки и замешайте эту карту в колоду событий ну давайте возьмем находку стараюсь не смотреть на колоду так что у нас тут упавшее дерево упавшее дерево дает нам одну древесину это неплохо да у нас было два жетона второй жетон клад тоже хорошо посмотрим потом что там там попалось теперь у нас есть вторая стройка здесь мы строим крышу здесь у нас пятница будем надеяться что пятница удачно справится со своей задачей бросаем кубики так пятница получает одно ранение при строительстве крыши но крышу он построил успешно пятница ты молодец уровень крыш у нас повышается до уровня 2 это нам поможет более успешно противостоять непогоде дальше а дальше у нас все у нас на этом день заканчивается все что мы получили перемещается сюда посмотрим что заклад нам попался травяной настой оставьте себе эту карту можете применить ее один раз чтобы посмотреть верхнюю карту в колоде событий сбросьте эту карту после применения интересно никогда мне такая не попадалось я по моему кстати забыл в начале этого дня получить ресурсы да потому что подозрительно у меня нет еды наступает ночь все должен был получить одно дерево и одну еду еду я сбрасываю потому что я ее ем лагерь я никуда перемещать не собираюсь погода у нас пока хорошая ничего не происходит день на этом заканчивается у нас здесь маркер уже зашкаливает и никуда не двигается у нас наступает шестой день здесь у нас будет фазу погоды бросаться один белый кубик здесь мы берем карту событий здесь есть серый значок вопроса хоть на этом спасибо не вылез еще один туман называется шторм океан сегодня в прескверном состоянии положите жетон непогоды в ячейку погоды жетон урагана вот он этот жетон мы выкладываем сюда он в фазу непогоды снесет нам наш забор на один уровень но мы сможем с помощью одной древесины одного человечка сбросить эту карту чтобы потом этот забор не обрушился окончательно ну ладно пока мы об этом думать не будем мы сейчас должны думать над тем что нам делать дальше у нас много дерева которое позволяет нам довольно активно да я даже забыл получить два жетона решительности или мне здоровье поправить не давайте я все таки пока вот так вот жетоны получу так в общем то дерево мне достаточно чтобы противостоять снегу и крыша у меня нормальная давайте отправим одного на строительство креста снова используем два жетона решительности чтобы на строительство креста ушла одна древесина а не две причем наверное я построю еще один крест вот здесь здесь для того чтобы построить крест нужно на одного персонажа больше поэтому я отправлю двоих сразу вот сюда и использую еще два жетона решительности чтобы снова сократить количество требуемой древесины для этого вот так то есть все силы в этом раунде я отправил на строительство крестов все здесь ничего не происходит здесь ничего не происходит у нас два строительства и оба строительства у меня с бросанием кубиков бросаем кубик за 1 так здесь успех и ранение ранение и успех так давайте будем считать что это вот этот был вариант то есть мы построили крест вот здесь и бросаем за второй крест это к сожалению неудача вообще неудачный бросок все что только можно было произойти произошло я получил два жетона решительности получил ранение и тяну вопрос так сбой в работе с самодельными инструментами много не наработаешь снести свою решительность на 1 окей замешайте эту карту в колоду событий так ладно замешать стараюсь не смотреть оп так хорошо что неудачные действия не тратит наши ресурсы то есть дерево нам возвращается обратно насколько я правильно если я правильно помню правила я опять забыл из эти ресурсы получить дерево и еду в фазу добычи так теперь наступает фаза погоды у нас шторм который сносит нашу наш заборчик если бы у нас заборчика не было то мы бы просто снизили здоровье то есть правила в этой игре таковы что если что-то вы не можете снизить вы вместо этого тратите здоровье дальше мы бросаем этот кубик здесь у нас две тучки с дождиком нету снега видите здесь везде снег есть то что нет снега это хорошо мы не тратим дерево теперь мы должны сравнить количество тучек с уровнем нашей крыши слава богу наш уровень крыши соответствует количеству тучек а значит ничего никакое здоровье мы не теряем из-за погоды мы кушаем еду и тоже ничего больше не теряем на этом заканчивается очередной день мы радуемся новому дню мы переходим к дню номер семь мы тянем верхнюю карту и это горилла в лагере разъяренное животное пришло по вашим следам к лагерю минус два к вашему оружию оружие у нас на нуле как я сказал если вы что-то снижаете меньше то вы вместо этого тратите здоровье мы тратим вместо этого два здоровья раз два у нас теряется наше настроение есть также написано тяните следующую карту то есть это еще не все тянем карту скверная погода мало того что это скверная погода она еще нам кладет белые фишки тумана это ужасно так мы положим туман к себе ну и туман куда-нибудь вот сюда положите вот такой жетон в ячейку сбора ресурсов то есть на сбор ресурсов нам потребуется больше силы ужас так что у нас происходит здесь ничего не происходит мне нужно срочно 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 что-то делать так пока я не забыл я получаю ресурсы еда рискованно конечно но нужно идти строить нужно идти строить кресты поэтому мы отправим одного сюда до строить крест за два дерева другого отправим сюда ставить крест за два дерева у меня из-за шторма книзится еще на мой забор на один поэтому было бы неплохо конечно что-нибудь такое сделать чтобы у меня забор вот здесь можно огонь раздобыть огонь у нас раздобывается в горной местности у нас горная местность доступна поэтому мы можем это делать может быть мне получить молоток и гвозди использовать для того чтобы еще одного персонажа раздобыть вот этого я не могу его одного послать на изготовление огня потому что это можно использовать только только в качестве помощника но я могу вот сюда отправить пятницу вместе с помощником строить крест да и кстати не сюда нужно их вот сюда положить по идее так на добычу огня отправить одного плотника я к нему в помощники тоже могу человека отправить для этого мне нужно спросить три жетона есть такая способность у него но я бы хотел бы эти жетоны приберечь может быть на будущее так что все наверное так я поступлю здесь у меня никого здесь никого здесь строительство на строительстве у меня все три варианта давайте начнем с огня огня к сожалению я не раздобыл и это мне не нравится плюс еще одно здоровье теряю в общем кошмар какой-то все потеряю сейчас здоровье потом еще одно здоровье я не доживу до следующего утра здесь такая способность я могу сбросить два жетона решительности чтобы перебросить один коричневый кубик давайте попробуем огонь все-таки раздобыть перебросим коричневый кубик успех так огонь я раздобыл но я получил травму и я получил вопрос ускорение вы работаете в спешке не замечая того что не все идет гладко да что вы говорите выберите либо сбросить эту карту очень хочется это сделать прямо сразу либо выполните еще одно действие строительства с обязательным броском всех трех кубиков и замешайте эту карту в колоду событий а зачем мне это надо нетушки спасибо я пожалуй сброшу эту карту так ладно вроде обошлось более-менее но жизнь на грани на грани прямо так теперь у нас еще две стройки на этом же все еще не закончилось давайте бросаем за строительство креста так здесь ранение и успех сейчас пятница получает ранение но при этом с крестиком справляется так ну и последняя стройка так вопрос и успех хорошо хоть успешно то есть мы здесь устроим еще один крест но у нас есть вопрос опасная работа бестолковой мастерской даже самые простые работы грозят бедой положите один переброс успеха и один вопрос на колоду строительства да это усложняет нам жизнь помимо вопроса вот этого мы сюда положим еще вот такой жетон который заставит нас перебросить кубик успеха если он будет успешным но на этом все наши действия закончены наступает фаза погоды дай бог нам хорошую погоду в этом раунде один снежок один снежок заставляет нас потратить одну древесину потому что нам нужно согреваться это плохо при этом крыша нас вполне спасает от выпавшего снега и мы не теряем здоровье при этом мы кушаем фазу ночи как положено мы в фазе ночи выпиваем ром для того чтобы поправить свое здоровье немного мне бы по-хорошему сейчас переместить лагерь вот сюда но я тогда не получу дерево нужное мне может быть оно мне не нужно будет да но при переносе убежище я потеряю крышу наполовину то есть у меня крыша станет единичкой и риск потерять здоровье от погоды увеличится надо посчитать давайте посмотрим что нас ждет дальше сейчас во первых мы обязательно потеряем здоровье если сюда никого не пошлем и это плохо тоже дерево нужно так посмотрим у нас есть травяной настой оставьте себе эту карту можете применить ее один раз чтобы посмотреть верхнюю карту в колоде событий давайте сбросим эту карту и посмотрим что нас ждет так неплохо нас ждет вопрос положите в ячейку исследования при следовании исследования получит одно так ну в общем то не страшно не страшно так не страшно мне просто осталось построить один крест и я выиграю что для этого у меня есть у меня для этого есть так раз два три этого будет мало нужно будет еще одного для этого потребуется еще один молоток я уже весь использовал так вот здесь да наверное все таки в фазу ночи я перемещаю лагерь вот сюда я не получу дерево это плохо при перемещении лагеря я наполовину теряю свою крышу это плохо но я надеюсь что я поступил правильно все на этом день мой заканчивается наступает новый день я радуюсь новому дню я перемещаю сюда маркер что это восьмой день я открываю следующую карту которая кладет мне зеленый жетон вот сюда и заставляет мне положить вот такой жетон на исследование я получу травму если у меня оружие нет у меня нет оружия я получу травму но я не собираюсь ничего исследовать так я кладу эту карту вот сюда и делаю то что написано здесь снести ваш забор на один он у меня на нуле поэтому я снижаю здоровье так до смерти осталось два шага мне нужно построить один крест и выжить в этом раунде я получаю сейчас либо одно здоровье либо два жетона решить решимости какой же сложный выбор у меня будет достаточно очков решительности чтобы либо перебросить кубик нужный мне либо добавить себе еще одного строителя так а я наверное так и сделаю то есть я вместо того чтобы поправить здоровье я возьму два жетона решимости или решительности неважно теперь я получаю ресурсы я получаю одно дерево и еду ох еще бы от одного деревца я бы не отказался но нету к сожалению мне наверняка придется потратить дерево ночью ужас ужас я на грани на грани но у меня нет выбора если я отправлю сюда двоих персонажей ну то есть на постройку колокола здесь то я все равно буду вынужден бросать кубики потому что здесь туман этот туман не добавляет количество персонажей которые сюда нужно выкладывать если я положу сюда три персонажа то есть всех туда отправлю то тогда я кубики бросать не буду но карту тянуть буду в любом случае потому что здесь есть вот этот вот жетон надеюсь что там ничего плохого не будет так при этом я потрачу да наверное я потрачу еще два жетона чтобы так наверное так и сделаю ну что ж я всех отправляю на строительство креста вот сюда я на это отпускаю одну древесину потому что могу сбросить два жетона чтобы так сделать теперь остается полагаться только на удачу потому что здесь ничего не происходит здесь ничего не происходит здесь у нас успешно да мы кубики не бросаем потому что у нас достаточное количество персонажей которые мы сюда отправили и пятый крест мы построили но мы вынуждены тянуть верхнюю карту событий при строительстве ненасытный хищник выберите либо получите два ранения две еды и одну шкуру и сбросьте эту карту либо сбросьте одну еду и одну один забор и замешайте эту карту в колоду событий в общем в любом случае эту игру я проиграл вот представляете из одной вот этой вот карты попалось бы что-нибудь другое если я сейчас сброшу два здоровья вы понимаете что это все сразу конец если я сейчас сброшу одну еду то в фазу ночи в фазу ночи я все равно получу два повреждения кроме того а я должен сбросить одну еду один присадник это тоже минус сразу в общем к сожалению ненасытный хищник меня добил когда я уже был близок совсем к победе именно так обычно и заканчиваются у меня эти партии игры все где-то вот на грани где-то в самом последнем броске я от этого игру эту люблю еще больше она очень напряженная она очень классная она очень тематичная и если вы вдруг так случилось что вы впервые видите эту игру и знакомитесь с ней я вас поздравляю вы узнали для себя прекрасный образец современного искусства настольных игр это шедевр который конечно стоит многократного переиздания я рад что копия этой игры оказалась в моей коллекции на это у меня сегодня все большое вам спасибо за внимание с вами был Дмитрий канал пассианс шоу играйте настольные игры всего вам хорошего пока спасибо за просмотр видео на канале пассианс шоу подписывайтесь на канал пассианс шоу ставьте лайки и оставляйте комментарии еще больше пассианс шоу в социальных сетях инстаграм и твиттер играйте в настольные игры пока пока